здравствуйте это канал максимадзе и сегодня я покажу вам наверно свой самый любимый редактор игр уровней и все такое короче наверняка вы помните что я недавно выпустил и снял обзор на игру супер mario bros я в эдишен делюкс версию и говорил что она сделана этом самом редакторе супер mario bros nice game builder и говорил что сделал обзорную там другие люди в коментах тоже просили снять обзор говорю что возможно вы даже сможете сделать делать это свои собственные уровни на этом самом редакторе нужно давайте попробуем что ли для того чтобы его запустить у вас должна быть установлена ява на компьютере запускаем файл это через яву ссылка на редактор будет в описании сделан он андрей келлингом вот эта последняя версия вышла 2015 году а до этого еще выходила другая версия на которую я с кстати создал самую первую версию super mario bros я в эдишен при альфу выпустил я потом покажу мы еще пройдемся по истории super mario bros я в эдишен вот короче вот так вот выглядит редактор и здесь мы можем сразу начать новую игру а можем также загрузить вот на рабочем столе а нет на рабочем столе уже нет я сюда запихнул ее здесь вот вот это мои это моя игра видите видите сколько тут тут 778 этих уровней получилось но это не совсем уровне тут много копий уровней тут вон целых три три копии первого уровня потому что к а почему три да потому что каждая из отдельного режима которые мы где тут вот здесь видим 1 режим 2 режим и 3 режим соответственно ну в общем чё я вам тут показываю ссылку на файл со своей игрой я в описании короче говоря оставлю вдруг вы там захотите мою игру как-нибудь улучшить или модернизировать так что оставлю в описании но делайте разумно старайтесь и пусть старайтесь усердно если будете это делать ни в коем случае не надо выкладывать мою группу своим именем то есть плагиат но давайте начнем новую создаем new game давайте с что-нибудь свое создадим коротенько такое небольшое это видео будет нацелено на то чтобы показать вам все принципы этого редактора и как им вообще пользоваться возможно вы после этого даже свои игры начнете делать есть у меня кстати одна из таких игр скафельных в интернете нашел несколько человек выложили потом покажу нашел вот нашел короче сидел в загрузках искал эту игру мы ее тоже взглянем это одно из творчества какого-то чувака который в интернете пошел короче первый уровень вот нажимаем add и вот добавляется первый этот уровень который мы будем с вами редактировать вот здесь автора можно написать этот автор будет отображаться на загрузочном экране уровне давайте я напишу какой-нибудь а не знаю давайте не будем пока ничего менять потом я не знаю что написать пока потом в голову придет вот та вот эта штука она как бы расширяет уровень он видите он мы туда расширили а красный она наоборот сокращает уровень not сколько но вот это минимум но давайте мы его с вами расширим расширим как можно больше чтобы уровень большим был все наверно пока хватит так вот тут можно пролистывать ну и давайте добавим конечно же блоков земли вот так вот добавляются блоки земли здесь нижний слой тоже добавим это разное здесь вот просто курсор убирается чтобы хватать блоки задавать им свойства или удалить нажав правой кнопкой мыши по блоку можно вот такие блоки расставлять пожалуйста никаких никаких проблем хотите расставляете можно вот так ой можно криво конечно ставить но я люблю когда прямо аккуратно стоят блоки можно вот такие вот но это от деревьев но можно принципе такие украшения делать я вон в своей игре даже вон лица крипера делал там можно было увидеть вот такое впрочем давайте этот раздел сначала смотрим coin это это монетки расставлять тоже пожалуйста расставляете хотите можно также удалить давайте вот здесь расставим монетки пружинка есть и вот здесь уже мы видим свойства обычная красная пружина ну самая обычная пружина и супер спринг это зеленая пружина который подбрасывает очень высоко вот очень высоко прям давайте поставим такую зелененькую пружину и обычную рядом с ней чтобы чисто для теста теперь давайте каких выше блоков поставить ну давайте так давайте таких действие этого действие этого редактора ограничены лишь вашей фантазии как я бы мог сказать и давайте вот эти вот эти слой этого крик кривизна конечно но тест этот тест можно кораллы добавлять мы их видим конечно на подводных уровнях но мы можем принципе здесь тоже поставить мостик вон пожалуйста ставьте если хотите он давайте вот такую хрень еще одну сделаем и поставим сюда вот это это лава она на замковых уровнях есть но мы можем вот так вот сделать принципе то или из воды то же самое можно вот здесь например добавить а эти кусочки это уже так поверхностные так вот дальше марио старт это марио старт это . которая вот здесь вот наш марио старт стоит а это значит что игра начнется вот именно отсюда давайте еще монеток тоже по на добавляем так сейчас возможно и на чтобы протестировать уровень на нажать тест лев тут скорее всего громко сейчас о вид блин извините если напугались давайте давайте сделаем потише ой я за я случайно закрыл а мы даже название уровню не задали он видите можем тестировать он видите насколько высоко даже это мы не видим где мы находимся времени задано ограничение по времени тоже не задано еще пока вот так вот обычная пружинка вот так вот бегаем но концовки здесь нет поэтому давайте дальше строить давайте зададим задание зададим ой господи какое задание название лэл в 1 например давайте напишем и зададим ему время 200 секунд 200 секунд нажимаем применить apple и собственно говоря еще у нас здесь есть вот такой вот выбор обычный дневной уровень обычный ночной уровень вот здесь вот нажимаем она вот меняется на ночной подземелье он видите даже поменялись пружинки под подземелье там музычка соответственно поменяется в общем вы сами поняли замок конечно же под водой ну или это зона зона бонусного уровня это на этих на облачках обычно мы видим он на растение который поднимается ну и ночном режиме тоже она есть и также есть подводный уровень однако переключение на него удаляет те элементы которые не могут находиться под водой вот куда а удалились пружины и удалились вот эти вот хрени вот это вот тоже некоторые он какие темно много под водой становится недоступны давайте обратно на этот поставим давайте теперь посмотрим что у нас вот это вот это это об этом мы поговорим чуть позже а пока перейдем наверное к бэкграунд вот здесь ну это замок поставить но тура и начинается можно большой замок поставить давайте поставим я не знаю вот здесь вот так типа для тупо для красоты не знаю можем лаву здесь тоже понадобавлять тоже для красоты блин вот так вот красиво получилось здорово так деревья пожалуй просто можете ставить расставлять облачка вот этих вот так вот такие хрени можно ставить правда я помню них не использовал ни разу кустики он можно пожалуйста хотите ставьте куда хотите и забор что заборчик стена можно стенку поставить давайте замок наш расширим поставим пару стен рядом с ним нет нет лучше одной хватит так чего у нас тут ну его вода так что понятно так а это у нас блоки разные блоки на наземного уровня блоки подземного уровня но и прочь на любых уровнях можно стать блоки замка вот так вот они могут расставляться блоки подводного уровня вот тоже подводный кирпич облака облака можно он пожалуйста вот такие ставить вот такие блоки есть вот такие короче тут много блоков от деревья другая часть деревья вот так ну и вот здесь так вот тоже расставляем грибы вот пожалуйста грибы давайте вот такой зададим гриб на ибо это бомос от баузера на замковых уровнях можно так качестве карат ставить дальше блоки это блоки которые мы уже убиваем бонус значит это вот это просто обычные кирпичики которые из которых ничего не выпадает они просто ломаются при ударе в них вот эти а эти блоки они уже дают монетку одну монетку вот пожалуйста обычный вот тоже блок с монеткой а это и еще невидимый блок с монеткой а это а это уже повырапы наши то есть грибок или цветочек выпадет грибок или цветочек зависимости от того какой у нас марио в данный момент так но можно также задать то такое свойство повырап ядовитый гриб вот так и тогда отсюда вылезет ядовитый гриб гриб жизнь еще можно добавить вот сюда давайте поставим стармен звездочка неуязвимости ну и лозу давайте в глазу поставим сюда куда бы нам ее поставить здесь поставим например невидимый блок также можно лозы тоже поставить или из кирпичиков давайте дальше у нас идут враги но это гумбы обычный вот эти грибы на земных уровнях есть из подземных уровнях но впрочем их сюда тоже может добавлять гумы из замков давайте тоже добавим причем вы нет так это черепахи которые кидаются молотками вот эти белые ограничители это те места по которым он будет ходить вот эти дикобразы которые на облачке кидает чуваке то купа вот тоже ставим купа который прыгает давайте здесь поставим по которой летает давайте вот здесь поставим красные подземные еще есть вот эта штука она только внизу ставится ну давайте вот тут поставим и мы задаем какой сзади нее будет фон типа на каком на чем она стоит можно без можно без всего можно типа она на фоне воды либо либо лавы давайте давайте ничего не будем ставить дальше вот такие вот штуки можно также задавать направление и скорость пушки можно ставить но не будем наверное это делать это тоже это тоже от пушек расширение расширять пушки это большая такая огненная палка вот такие жуки можно их расставлять трубы давайте трубы перемещение по трубам я тоже вам покажу вот здесь давайте трубу поставим давайте уберем лаву потому что на нее нельзя поставить трубу вы здесь расширить их трубы здесь вот тоже типа такие трубы это направлении тип трубы сообщение велкам ту варп зон можно поставить ну и можно текст любой написать в принципе мак вот тут надо букву убирать чтобы она вот так превращалась мак сим за вот так набрали любой текст писать можно только на английском языке к сожалению русского языка вообще нету в редакторе ты вообще и вообще никакого языка кроме английского тут нет а это труба которая исключительно является варп зоны но они на нем по ней поговорим позже чекпоинт можно вот так вот ставить причем вот так выглядит чекпоинт тот который просто не просто невидим мы просто вот это место проходим и она сохраняется сама а можем поставить вот визи был влаг чтобы это чекпоинт был виден на уровне чтобы мы прям флажок видели и вот так вот об этом а вот об этой штучке поговорим позже пайп с трубы можно сразу поставить трубу с растением можно прям можно здесь принципе задать растений можно красную задать более опасную ну и ладно об этом позже поговорим о том как перемещаться по трубам ну еще платформы это платформы которые поднимаются вверх это который вниз вот это который вот так поднимается это 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 крутится как-то вот так есть еще вот такие тут много разных ну и наконец-то вы наверняка задаетесь вопросом как сделать конец уровня так нет давайте чуть-чуть расширим короче вот здесь вот level and выбираем закончить флагшток с маленьким замком или с большим замком давайте зададим с маленьким замком и вот здесь мы выбираем какой уровень у нас на какой уровень у нас будет как раз таки следующий но пока у нас только один уровень создан поэтому пока ничего не задаем можно также задать вот если мы поставим галочку здесь то давайте тест левел нажмем вот этот летающий на облачке лакиту будет летать на этот уровень что он не появился пока а я наверно я не нажала подтвердить подтвердить нажать надо вот так вот видает гриб выпал вот вот он появился видите эти штуки тут враги друг друга убивать могут собственно как видите а че а че фонт остался таким же я чет не применил что ли а блин ладно не получилось а чекпоинт мы взяли хорошо чекпоинт взяли так взяли с этим лакиту конечно проходить будет тяжело блин стандартное количество жизни будет 3 изменить нельзя и такая стандартное количество жизней стоковая да что ж такое давайте ка я уберу вот убираем а эта штука нам задаст то что и давайте эту сразу тоже зададим надо подтвердить обязательно будут выпрыгивать и рыбки снизу а еще стрелять пушка просто из ниоткуда давайте попробуем пройти уровень вот так ой да шо ж ты будешь делать о повезло сейчас повезло ай да блин дурацкая пышка помешала блин давайте их отключим они мешают нам пройти ну а вот это текстуры текстуры из оригинала и текстуры из лост левелс нажимаем применить вот пожалуйста у нас теперь текстурки из лост левелс можно поменять также обратно авто скроллинг и black white black white это черно-белый уровень станет и авто скроллинг авто скроллинг я нигде не использовал своей игре не 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 пригодилась но вот экран сам прокручивается в то в оригинальном супер марио такого кстати не было и в лост левелс такого тоже не было даже что будешь делать а иди-ди-ди-ди друг иди меня да блин авто скроллинг тоже сильно мешает как бы нам пройти уровень то ё-моё авто скроллинг выключаем свой уровень не могу пройти ну как такое может быть да блин да как такое мы не понимаю да еще я не могу своего раньше ли пройти ну и вот все конец уровня собственно говоря лёха чё-то прислал потом почитаю но пока нас обратно нас обратно снова попадаем в этот уровень потому что мы ничего не задали так давайте снова поставим текстуры из оригинала вот так и уберем black white все-таки и теперь я вам покажу как перемещение по трубам делать и бонусные уровни давайте наверно начнем с бонусных уровней на облаках во первых плюсик это сделать копию этого уровня давайте удалим его так нажав кнопку для это создадим просто новый уровень также расширим и сделаем его на облачках но впрочем можно и не только облачка можно что угодно добавлять и нужно поставить его здесь вот взять вот это растение поставить вот тут например это . спауна будет вот видите появилась одни ручка это значит что это что это этот спаун можно еще одно растение поставить такое то будет уже вторая . спауна сейчас об этом разберемся но давайте давайте поставим еще одно растение это уже вторая . спауна можно поставить трубу и если нажать candy вар пету это будет еще одна . спауна так давайте зададим название этому уровню бонус просто напишем так и вот вот растение и мы нажимаем выбираем тот уровень на который нам надо как попадать и здесь вот go to айди это точки спауна либо начать там где марио старт наш стоит либо вот вот наши точки спауна вот так вот выбираем и и собственно попадаем сюда если мы выберем третью то попадем конечно сюда если вторую то соответственно сюда вот так вот ну а чтобы вернуться обратно но как бы мы собираем сколько-то там монеток и падаем обратно обычно вот когда мы просто падаем и умираем чтобы мы не умирали так ну во первых нам надо вот это поставить это 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 место где мы будем падать бонусного уровня вот здесь вот здесь его ставим тоже снова появляется . спауна так и чуть не понимаю здесь в чем проблема я же бланк поставила чё она сразу не подтвердилась странно все это в общем и в бонусном уровне вот below to screen des это типа что будет если мы упадем за экран в пропасть и здесь указано что смерть а мы ставим level 1 и . номер один это вот это наша . собственно говоря можно также трейс варп посмотреть трассировку варп ну как эта фигня работает и не совсем понял если честно ну и собственно все бонусный уровень у нас задан давайте попробуем его протестировать вот мы попали на эту точку как видите вот труба но здесь здесь вы тоже видно этого за но она не активна потому что мы на нее не задали направление ну и вот мы падаем за экран и попадаем вот в это самое место где мы поставили этого коричневого марио собственно говоря вот здесь мы видим флажок если этого флажка вот здесь конца не значит концовку вы не задали что у нас тут еще есть ну и цвет труп можно задать который будет на уровне можно поставить белый цвет флажка от этого тоже кстати меняется си и оранжевый только но он 100 флажок будет белым только если на белый труп поставить вот оранжевые некие они такие стали вот пожалуйста синий но это из подводный но больше люблю конечно green так а теперь давайте подземный уровень создадим создадим подземный бонусный уровень нажимаем а д бону ой бонус 2 выбираем вот здесь underground концовку в подземном уровне сделать нельзя вам в любом случае если вы будете делать подземный уровень вам в любом случае придется обратно на наверх сделать сделать проход на наземный уровень и уже там только задавать концовку так давайте поставим блоков вот таких сюда блин кариал поставил ну да ладно ставим сюда чтобы марио подался вот сюда и поставим здесь трубу которая вернет нас обратно туда наверх значит вот это вот трубу выбираем бонус уровень 2 выбираем и марио старт вот мы сюда попадаем так и чтобы вот по этой трубе вернуться туда нам надо так как и где у нас старая труба вот она мы нажимаем создать из нее точку спауна и вот эту трубу выбираем бонус 2 ой не то выбрал левел 1 и вот вторая точка спауна это наша труба вот все бонусный уровень и теперь у нас активен давайте его тоже протестируем вот как видите работает все ой господи я забыл что там красный это вылазит вне зависимости даже если мы стоим так ну все с этим вроде разобрались давайте сделаем второй уровень level 2 level 2 и пусть он у нас будет пещерный пещерный и потом еще создадим третий замковый так не давайте не будем сильно большим его делать вот таким но это так чистым мы просто тестируем и а и давайте его с текстурами из lost levels еще сделаем врагов поставим давайте вот таких поставим можно и обычный гум также здесь расставлять и этого поставим еще пушку также поставить можно вот эту хрень давайте поставим не знаю зачем но давайте поставим вы давайте трубу вверх ногами причем трубу и давайте то блин кривовато получается ну да ладно так и добавим уровень и концовку 2b какой-то это не важно что тут задавать вот так вот задаем in и ставим тут концовку давайте большой замок вот появляется флажок ставим трубу и делаем из нее точку спавна эту точку спавна активируем вот здесь вот это выберем и один все это у нас готово марио надо вот здесь поставить ну и вот go level 2 то есть после того как позавершим этот уровень мы попадем сразу во второй так давайте для экономии времени поставим марио старт сюда и начнем игру прямо отсюда чтобы вам это показать а блин поторопился да что ж такое свою игру не могу пройти но как такое вообще возможно так блин я не понимаю как я так могу а уж тут мне уже геймомер что серьезно а не допрыгнул так давайте немного уменьшим что-то слишком большое расстояние от флажка это да еще раз то что за позорище свой собственный уровень не могу пройти до видео длинная получилось но я просто стараюсь все возможности этого редактора показать ну и после него еще немного рассказать историю по своей супермаре просто я войдешь а я чё я не задал что ли а я не подтвердил наверно level 2 надо было нажать и подтвердить я не подтвердил походу забыл так вот все теперь нас точно переместить level 2 не знаю нафига надо было задавать такое большое ограничение по времени вернее анонимус кстати там видите написано это автор которому задали и вот мы попадаем в наш ой 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 осторожно какая жесть творится на этом уровне блин а эта палка не дотягивает до них по моему пушка выстреливает ну и давай давай здесь у нас . задано и конец тоже вот пожалуйста уровень прошли видите а мы время не задали на этом уровне время давайте также 200 секунд и теперь давайте замка вы уровень еще построим и выбираем а не давайте level 3 подводный сделаем вот вот так вот мы переключились теперь уровень у нас подводный давайте давайте расставим такие блоки корио немного получилось ну да ладно здесь у нас появляются враги которые под водой можно расставлять это вот такие блин как я их ненавижу и рыбки ну и блоки которые только под водой у нас доступны вот здесь не доступно ничего давайте тоже эти марио старт тут поставим и это зададим трубу которая вернет нас обратно чтобы долго не может создавать не создавать на конечную туры давайте просто скопируем эту ты и в смысле я не собирался удалять 3b блин неважно ну и также ставим концовку здесь все-таки маленький замок пусть будет здесь точку спауна также делаем подтверждаем его здесь задаем все готово фурой не у нас level 2 так вот здесь задаем level 3 собственно такой вот у нас уровень подводный получился опять я время забыл ему задать давайте 30 секунд а теперь давайте теперь прежде чем мы сделаем сразу четвертый уровень давайте я вам покажу как здесь создавать варп зоны вот level 2 давайте продолжение к нему сделаем немного и варп зону составим чтобы использовать варп зону именно варп зоны на которые перемещают нас сразу на другой уровень надо использовать именно эти трубы именно вот эти вот выбираем какую-нибудь из них выбираем выбираем число можно его убрать можно поставить тройку мы же на третий мир будем создавать ну и цвет трубы тоже можно выбрать давайте это тоже отключим она нам не нужно так ну и вот здесь задаем переключиться на уровень 3 вот так вот ну и welcome to варп зон может поставить тоже да блин что-то я подпоспешил по ходу а сколько тут врагов а вот и наши варп зоны вот пожалуйста на среде уровень нас переместила а что-то сразу мало секунд нам дается давайте лучше 100 поставим ну и давайте теперь и замковый уровень создадим замковый здесь я концовку поставил до поставил левел 4 так давайте только текстурки из оригинала поставим они уже стоят а это баг какой-то просто тут 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 баг еще есть когда текстура у нас оригинальные выбраны но при этом отображается в инвентаре в этом почему-то из lost levels замковые уровни собственно можно расставлять все вот как вы хотите также бонус все вот эти ставить но концовку замковым уровнем задается вот так выбираем уровень кон конца которые от первого до восьмого мира давайте первый верим тут сузов тут все в принципе осознать зависит и если мы выберем если там будет какое-то продолжение то будет спасибо марио но наш принцесса в другом замке а если мы здесь выберем эндинг то там уже будет принцесса игра закончится вот так делаем здесь даем level 4 то время 50 секунд здесь текстуры отображаются как надо слава богу ну и вот собственно говоря наш замковый уровень получился ну и все вот здесь игра наша завершается также можно задавать вот такие вот настройки тут много разных настроек начать тестировать режиме бога когда нас бесконечное количество жизни и нас враги не наносит нам урон начать урон больше значит начать тест сразу с большого марио начать тест с огненного марио или пограни это самое огненные шары всегда отменить обратно что-то сделать меню модификации каких-то непонятных screen maker кнопки какие-то еще но это все не так важно сразу все сделать в стандартные текстуры сразу все сделать текстуры за ослалился автор давайте поменяем на что-нибудь другое макс вот так можно также поставить пароль чтобы никто не смог открыть без пароля этот модифицированный ваш файл ну вот и все наша игра в принципе готова и нажимаем сохранить игру as это если мы еще не собираемся и выпускать пока вы как игру а просто пока как этот исходный код но цех сохраним на рабочем столе например и вот это наш это наш файл редактируемый мы закрываем редактор кстати вот здесь можно выбрать замаривали за луиджи еще вот так можно тут нажать играть выбранную вами игру или редактировать вот мы нажимаем лод гейм и вот выбираем наш и собственно говоря вот наш прогрессы баги все кстати пропали после перезапуска редактора сожалению баги в редакторе немножко есть но теперь давайте покажу как все-таки импортировать теперь наши уровни экспорт стенды лоут гейм задаем название игры май марио гейм и собственно говоря вот она появилась давайте ее откроем вот эту кстати вот эту картинку можно поменять для этого нам нужно открыть венрар и вот эту картинку splash screen заменить на какую-то другую давайте вот давайте попробуем нашу созданную игру пройти можно как видите то же самое меню тут все можно играть за за луиджи за марио ой блин я тут марио этот старта забыл обратно в начало уровня убрать короче когда делаете свои игры не не забывайте проверять их на наличие ошибок это вот сталкивался с ошибками super mario bros я в эдишн своем так вот мы во второй уровень попали ай блин я не думал что что она что по размерам не подходит а у нас жизнь кончилась но давайте не будем проходить принципе в редакторе я надеюсь вы разобрались я в принципе все основные показал и вот в папке где находится ваша игра будут еще появляться вот эти файлы 2 они это сохранение нас настроек ваших управление звука вот одна из игр которые я нашел кстати игрушка интересные довольно таки давайте покажу вот а автор лили ксбур какой-то блин вот такую вот фигню тут понамешал на уровне ссылочку на эту игру я наверно тоже в описании оставлю а блин вот я упал там короче много уровней я прошел эту игрушку стадик вот эту версию его а теперь давайте я вам покажу немного истории своей этой super mario bros я в эдишн вот в этой папке у меня все эти файлы находятся вот все эти версии которые у меня выходили первая версия это при альфа она вышла 1 января 2018 года да у меня ник был вот такой когда-то еще эта версия была создана на первой версии этого редактора тут еще нельзя было играть за луиджи это просто недоступная кнопка была и здесь не было еще регулировки и громкости тут можно либо отключить либо отключить звук в этом редакторе нельзя было ставить ядовитые грибы нельзя было ставить текстуры из осталось но это так эта версия представляла собой обычные просто супер mario bros правда тут были некоторые ошибки неисправленные и концовки там не не было после завершения 8 уровня мы попадали обратно в первый мир кстати когда качаешь с официального сайта этот редактор вот вот наш архив и тут классе game mario в комплекте поставляется а также инструкция power классе game mario это редактируемая игра где все уровни из оригинального super mario bros были использованы вот давайте я даже открою покажу блин какой долгий видос у нас получается сегодня но на то он он и видео урок у нас блин давайте блин вот так проще будет сделать вставить его сюда из архива там не сможем открыть вот классе game mario это сразу идет в комплекте все уровни из первой части сразу просто всего 56 их идет ну тут есть некоторых уровнях недочеты и собственно говоря как раз таки вот эту самую вот эту самую карту всю я и выпустил под при альфа потом вышла альфа 1 которая так давать архив закроем альфа 1 на отличалась тем что она на уже на новой версии редактора создана есть возможность играть луиджи облини опять забыл про этот звук то что там появилась концовка ну и принципе все дальше альфа 2 в ней добавились чекпоинты вот эти видимые из флажков а также первый мир из вас лэвлс в альфе 3 был добавлен обновились варп зоны некоторые и добавились добавился второй мир из вас лэвлс в альфе а вот альфа 4 уже отличается она имела версии релиз 1 0 но потом получила название альфа 4 вышла она где-то в апреле по моему две тысячи девятнадцатого года нет восемнадцатого восемнадцатого здесь у нас уже вот первый этап выбора уровней четвертый мир показ заблокирован бонусные уровни он несколько три пока их только три было ссылочки на все версии оставлю под видео вдруг кому-то из вас захочется поглядеть дальше следующая версия получила так версия 1 0 но получила потом версию бет название бета 1 здесь уже добавился первый здесь вернули короче 4 1 4 уни из 4 мира так версия абсолютно бесполезная по сути бета 2 от с этой версии начиная с этой версии игра получила название я в эдиши здесь уже появилось два режима игры при плей мод и старт стандарт мод правда последний букву неверно я потом такое вы это понял и исправил вот возвращены все уровни старые пятый мир вроде бы добавился они от 5 мир не добавился только 4 добавился все в общем это постепенно шла и бета 3 последняя версия перед релизом вот уже такой сплэш она получила здесь уже вот ориджинал его слов с лилос появилась здесь уже 6 добавлен был а нет 5 5 помощь что еще не добавил был добавлен 5 а 6 6 еще не добавлен ну и все после этого уже вышла релизная версия сентябре 2019 но и также есть еще две не публичные версии которые я нигде не выпускал это две версии по это делюксу две версии делюкс которые предназначались только для меня и для тех кто еще играл на моем компьютере короче здесь не экстрас ворвался секрет ворвался он еще назывался тогда спешил ворвался еще здесь небо собственно говоря пока был только хардкор мод фэнтези мод и тайма так еще не было и бета 2 она вышла совсем незадолго до релиза единственное чем она отличалась это отсутствием тайм атак но еще бонус бонус ворвался он еще назывался экстрас экстрас я только в конце разработки такое название он видите там атак режима на все ссылки я короче скин версии потому что вам наверняка захочется поизучать ну и в общем то говоря если вы тоже будете делать свои вот такие вот игры про марио скидывать скидывайте меня обязательно присылайте мне будет интересно пройти возможно даже такая вот новая рубрика зародится если вы займетесь этим делом ну а так на сегодня закончим с вас ликос подписался с меня эпичные видосы ссылки ссылки на все что я показал будут в описании кстати вот это кстати вот эта модификация моя которая правда еще пока не закончена это мод на мой обычный super mario bros я в эдишн который в котором текстурки все там где были текстурки из оригинала стали текстурки лос-левелс а там где были лос-левелс там наоборот из оригинала замена текстур в общем но этот вот пока еще не закончен на него ссылку пока не оставлю ну а так всем спасибо за просмотр все всем пока и удачи всего того